Красивая, но еще не нарядная. В столице Черноземья, как впрочем и по всей стране, настала пора елочных базаров. Самым популярным символом праздника неизменно остается сосна. Ее воронежцы покупают чаще всего, ну а как правильно выбрать главный атрибут Нового года и какие варианты представлены на рынке, выяснил наш корреспондент Евгений Жакот. В лесу она родилась, в лесу росла, а теперь красуется на елочном базаре. В одной точке может стоять больше сотни деревьев, работают круглосуточно. Оно и понятно, предновогодняя суета. С каждым днем сюда приходит все больше воронежцев. Чего-чего, дефицита елок в Воронеже точно не наблюдается. Базар с зелеными красавицами находится фактически на каждом шагу. И сейчас мы пойдем попробуем выбрать символ Нового года к себе домой. На выбор сосны и ели. Правда, изредка попадаются и пихты, но их мало. Чаще всего продаются в виде нескольких скрученных веток. Целое же дерево найти почти нереально. Впрочем, и желающих на такую диковинку совсем немного. Я всегда на Новый год себе делаю подарок. Покупаю именно ель. Почему? Не сосну. Почему? А потому что я с Нижегородской области, и у нас все время там елки были. И с папой каждый год носил елку. У нее запах совершенно иной. На елочных базарах можно найти весьма необычные варианты, которые, наверное, очень понравятся защитникам природы. Вот полюбуйтесь, ель в горшке живая и с корнями. Самое интересное, что после Нового года вы спокойно можете высадить ее где-нибудь на улице. Челябинск, Пенза, Смоленск и даже Крым. Елки в столицу Черноземья везут с самых разных уголков России. Срублены они были в конце ноября и должны простоять как минимум полтора месяца. Однако есть хитрости, как продлить этот срок. Воду, просто обычную воду. Воду с подставкой, ну, подставку с водой берете и все вставите. Такие подставки, они у вас же где-то продаются? Продаются, да, но у вас закончились. Покинуть елочный базар с пустыми руками было бы непростительно. Без главного символа Нового года атмосфера совсем не та. Поэтому мы немедленно приступили к выбору. Ох, какая ровненькая, замечательная. Ну-ка, можно посмотреть? Конечно. Очень даже, мне нравится, смотрится очень празднично, хочу сказать. Мы ее забираем. Мы ее можем как-то упаковать? Конечно, упакуем. Давайте упакуем. Каждое дерево упаковывают в специальную сетку. Продавцы уверяют, никакой деформации не будет. А вот транспортировка станет гораздо удобнее. О, спасибо большое, замечательно. Ну что, эта зеленая красавица едет с нами, а вместе с ней еще чудесное новогоднее настроение.